Артем, день добрый. Андрей, добрый день. Молодые финансовые блоги говорят, надо так снимать финансовое видео. Каждые пять секунд перебивка, 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 чтобы было динамично. Ну давай начнем, что ли. Обвал доллара. Обвал доллара, да? Обвал доллара произошел и опять выкупился. Честно говоря, быстро наше правительство сообразило. Я думал, дольше будет тянуть. Собственно, размер продажи валютной выручки сегодня снизили с 80 до 60. Так что пока продолжение обвала доллара не ожидается. Но он был. И, в общем-то, видишь, когда ломаются системы расчетов, системы ликвидности, такое бывает. Но в целом, даже если бы ничего правительство не предпринимало, наверное, доллар все равно бы пришел, ну, стал выше, когда наладились все возможности. Я тебе расскажу, в чем проблема, на мой взгляд. Когда ты торгуешь на бирже, у тебя компагент как бы центральный, сама биржа. У биржи хороший рейтинг, все без проблем. Любой региональный банк валюту туда-сюда меняет по биржевому курсу. А когда ты на вне бирже, там все-таки надо на компагентов ставить лимиты. Ну и понятно, что часть рынка, которая и так была на вне бирже, она спокойно эти лимиты друг на друга уже давно выставила. А те, кто как бы экономили на труд затрат на такого рода истории, они, конечно, получается, попали в историю, когда на бирже не поменяешь, а на вне биржи до свидания тоже не поменяешь. Что делать? Ну, разные пути есть, но в целом постепенно это бы восстановилось. Сейчас пока убрали предложение, наверное, в соответствии с упавшим спросом. Понятно. Я хочу извиниться нашим зрителям. Опленные проблемы небольшие со звуком. У меня сегодня такой день просто. До этого была компания из Новосибирска, то же самое. А может быть, вспышки на солнце идут, не знаю. То же самое со звуком. Но это не главное. Главное, что слышно спикеры. Это самое главное. Имеет ли смысл покупать юань? Я вчера юань не купил, позавчера купил, зато на панике, когда падали золото. Вот фонд золота в рублях. Юань хватит с меня. Слушай, да я особо разницы не вижу, что покупать юань или золото. Потому что мы, ну, я лично использую и золото, и валюту, как некий хедж, вот, ослабление рубля. Вот. Соответственно, если рубль укрепляется, он укрепляется и там, и там. Если он и слабник, то тоже и там, и там. Сказать, что, как бы, юань лучше золота или золото лучше юаня, ну, наверное, я не возьмусь. Скорее, тут надо все-таки попытаться засунуть золото, например, в золотые облигации, а юань, соответственно, в юаневые, чтобы хотя бы тебе твое беспокойство компенсировали купоном. Вот. А так чисто валютой торговать, по-моему, не очень. Ты понимаешь, в чем дело? Тут еще надо брать, повесить в себя корпоративный риск Селегдара. Вот. Я не смотрел эту компанию и не знаю, как, насколько она надежна. Это ключевая проблема любого инвестора в облигации. Но в целом кредитный рейтинг у Селегдара вполне на уровне, поэтому часть средств там держать, я считаю, достаточно безопасно. Ну да. Я часть-то держу в облигациях, но значительно меньше, чем просто в золоте. Катя, сегодня третий выпуск. Сегодня как раз 21 число, мы пишем третий выпуск. Вот по поводу ОФЗ. Ну что, продолжают кошмарить наших инвесторов ОФЗ такими новостями всякими нехорошими? Слушай, ну что значит нехорошими? На самом деле, нам ЦБ оговорил, что возможен какой альтернативный сценарий, куда пойдет экономика, он туда стремительно идет. Насколько я понимаю, последние недельные данные, то есть экономика продолжает расти и вслед за ней начала расти инфляция. То есть ключевая, высокая, не помогла сдержать темпы роста экономики и не помогла сдержать темпы роста инфляции. Какая альтернатива? Ну, на самом деле, альтернатива номер один укрепить рубль, потому что лучше дешевле завозить иностранные товары, меньше себестоимость, вроде как инфляция должна припасть. То есть ты в цену товара закладываешь меньше себестоимости. Но это все в теории. На практике, конечно, волатильность валюты началась и спреды только расширились. То есть у тебя себестоимость пока даже повысилась. Для валюты, валютной составляющей себестоимости, скорее важно, чтобы курс был достаточно стабильным. Пока он вот такой волатильный, хоть вверх, хоть вниз, хорошо не будет. Ну, а что остается? Регулировать цены или, соответственно, повышать ключевую? Ну, регулирование цен вне рамок действия центрального банка остается, повышение ключевой, то есть нам могут действительно вкорячить на ближайшем заседании и 17, и даже 18, в зависимости от того, к чему мы придем. Пока так. Что делать? Покупать флоутера. Сейчас три плохих флоутера выходят. G-Group, первое клиентское бюро, ПКБ и Европлан. То есть все там инвестиционно-кредитные... Из этих трех компаний ПКБ у меня уже было интервью, Европлан будет интервью на следующей неделе. Осталось только третью поймать. Поймать и на гвоздик, до коллекции. Ну, если надо, пиши в АВО, они тебя познакомят. Куда? ВАЛОР? АВО, ассоциация... А, АВО. АВО, АВО. Понятно, я думал ВАЛОР. Позвоните. Вот, ну хорошо, все, договорились. Вот, ну это интересно все-таки. Сейчас у меня, Катя, ребята были из Новосибирска, тоже одна инвестиционная компания. Тоже привлекают они инвестирование для ДСК, Автобан и других проектов. И говорят, вот там определенные трудности возникают у эмитентов, у эмитентов МСП. Они называют по-старому ВДО, кстати. Определенные трудности. Ничего страшного. Смотри, как ты не называй эмитенты МСП, джанк-бонс, ВДО, там, мусорные облигации, да, на самом деле любое название в той или иной степени отражает риски. Вот, на этой неделе, в общем-то, насколько я посмотрел последние данные по бирже, было три техдефолта в облигациях, что, в общем-то, много, да, это так сошлись звезды, что все на одной неделе, и, возможно, к вечеру мы даже увидим четвертый техдефолт, поэтому риски в облигациях, ну, как, они неизбежны. Это часть причины, почему там можно зарабатывать доходность выше банковской. То есть банки что делают? Берут наши депозиты и рассовывают по множеству кредитов корпоративных или физическим лицам, вот, и забирают маржу себе. Если мы идем, но и риск забирать себе, потому что у нас все-таки депозит, да, нет такого, что нам, если банк жив, он тебе выплатит то, что обещал. А когда мы идем в облигации, все-таки надо понимать, что мы занимаемся банковской деятельностью, квази-банковской деятельностью самостоятельно, то есть мы берем риски на себя, вот так это работает. Я как-то решил рискнуть, осознанно рискнуть и купить стартапы, Киберцех и Метакрафт на 37 тысяч рублей, на свои личные деньги. Где ты их нашел вообще? Я думаю, что либо они обнулятся нафиг, либо концы и концы. Вот я не знаю, чем это все кончится. Ну, расскажи, расскажи, где... Я не могу сказать, потому что за мной пойдут люди и тоже купят Киберцех, обнулятся, потом верненько будет... Я, если что, наверное, с ними свяжусь, чтобы они что-нибудь там рассказали. В общем, людям интересно, конечно, такие компании. Я знаю многие людей, которые хотят рискнуть. Вот, либо банк, либо пропал. Им надо тоже такую информацию давать. Я дам такую информацию, конечно. Свяжусь. Смотри, Андрей, ну, тем не менее, мы эту тему с тобой не раз поднимали, еще раз расскажем, да. Это речь про венчурное инвестирование. В венчурном инвестировании есть определенная математика. Ну, например, можете посмотреть коротенькую книжку для самых маленьких антистартап Мориниса. Там он эту математику очень доступно описывает. В чем она заключается? В том, что инвестор вкладывает деньги, считая, что если компания не умрет, она должна вырасти, ну, условно говоря, в 10 раз. Почему в 10? Потому что по статистике там 80-90% в компаниях, в которые он вложится, умрут, несмотря на все его усилия по отбору компаний. Это значит, что ну, если, например, умрет 8, то он заработает там на 200% на оставшиеся деньги, да. То есть, его 2 рубля превратятся, условно говоря, в 20 рублей. Но он вложил изначально 10, да. А если умрет, например, 9 компаний, да, то он просто вернет свои. То есть, он как бы вложил 10 и на выходе у него 10 рублей, да. В этом плане история интересная, но точно чего не надо делать, это все деньги в одну компанию. Да, да, это идеология такая. Согласен. Я полностью с тобой согласен. Вот, потому что это может вообще ничего. Вот, например, заходишь на ВКонтакте, Киберцех, 6 подписчиков на странице, ну, уже все понятно, да. Компания Щебоксар, занимается интеллектуальной оптимизацией процессов на базе искусственного интеллекта в компаниях. Можешь стрельнуть, а можешь не стрельнуть? Это вопрос. Ну, честно говоря, все еще проще, на мой взгляд. Когда ты начинаешь бизнес, у тебя самая главная проблема это деньги. Вот. И если у тебя какой-то там обширный предпринимательский гений, ты, в общем-то, можешь и без денег построить компанию. Либо на свои еще что-то. Если твоего гения недостаточно, чтобы без денег построить компанию, то большой вопрос, будет ли его достаточно, чтобы с деньгами построить компанию. поэтому здесь есть нюансы, но надо смотреть бизнес-модели. Ничего не знаю про эти компании. Может быть, как бы у тебя левый почесался, они обе стрельнут и вообще принесут тебе тысячу процентов. Конечно, ну, посмотрим. Мы же аналитики, мы же обязаны, как кто там, Луи Пастер, что ли, а вакцины на себе. А мы вакцины не можем на себе колоть. Мы колем вот такие вещи страшные, страшные вещи. По поводу ОФЗ, когда же все-таки вот все буквально спикеры говорят мне покупай флоутеры, вкладывайся в денежный рынок, фонды. А когда же начнут говорить, что покупай ОФЗ с постоянным купоном пора? Знаешь, Андрей, хочу немного пошутить по хулигану, смотри. Наш рынок сейчас из-за высокой ключевой он, скажем так, болен. И чем больше будет ключевая, знаешь, как температура, тем больше будет падать ОФЗ. Поэтому пока ключевая растет, фиксы ОФЗ покупают только люди, которые очень хорошо понимают, что делают, то есть которые взяли книгу по облигациям, облигационным стратегиям и ее, собственно, прочитали от корки до корки и поняли. Вот. Если они не могут это сделать, то чего остается ждать? Ждать, когда рынок выздоровеет и ключевая пойдет вниз. И на самом деле вариант, ну, как бы такой шуточный сигнал, когда это случится, он на подходе, потому что на этой неделе аж две компании с фармсектора в СМИ появилась информация, что они могут дать прийти на биржу. Это промамед и озонфарма. На всякий случай озонфарма не имеет никакого отношения к маркетплейсу озон. Вот. Обе компании в фармсекторе, обе компании примерно с одной выручкой, но с разным бэкграундом. То есть озонфарма около 24-х лет постепенно развивалась и на самом деле ее товары присутствуют 80% аптек в России. То есть ее судя по отзывам все знают. Фармамед компания, которая из-за ковида, из-за того, что они смогли вовремя произвести и одно из лекарств, которые принимались при лечении, очень быстро выросли по выручке, положила другие препараты и тоже поддержала выручку. И по сути они за 5 лет примерно сравнялись по выручке. То есть как бы одна компания в фармсекторе с таким поступательным стратегическим ростом, вторая компания в фармсекторе скорее быстрорастущая. И если они обе выйдут на биржу, а я думаю так и будет, то это будет сигнал к выздоровлению ОФЗ. Потому что кто-то же должен на фондовом рынке его лечить. Вот теперь фармкомпания появится. И может быть это будет такая точка начала выздоровления. Так, значит, я на этой неделе у меня все 33 сделочки было. Одна по золоту я тебе сказал, но золото это я буду держать фонд золота Т, 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 фонд золота желтый. Потом я купил в ВК, но он потом вырос, и я продал часть вчера. Я об этом написал своим этим. Простите, ВК это не такая тема, чтобы я буду долго держать. И купил я, как и ты, вот Совкомбанк купил я. Вот, и вот Совкомбанк, между прочим, я буду долго держать. Вот, я купил его по 16 895. Слушай, а я купил, я продал Мосбиржу, соответственно, на следующий день после санкции, да, ну, на следующий день после дня России. На полученные деньги от продажи я купил Совкомбанк, докупил Росагра, немножечко ВТБ взял на отдачу. И сегодня я, еще мне пришли дивиденды от НТРАО, я прикупил так, мать и дитя попало ко мне в портфель сегодня. Вот, и еще я уж не помню когда, но прикупил трансгейнг. Вот, это мое обновление. Что хочу сказать. Вот, у меня в блоге, в телеге больше всего копий сломали по поводу мать и дитя. Даже меня, знаешь, подписчики убедили, что я говорил, что следующий дивиденд 550 рублей и, в общем, красная цена мать и дитя 500 рублей. Ну, они как бы закидали меня всякими ресерчами, что следующий дивиденд может быть больше, там, на словом говоря, 73 рубля, 80, кто-то даже 100 рублей рисует. Я в это все, конечно, не верю, но, тем не менее, там, Надива от интервал прикупил, это не очень много, несущественно, но хочу следить за компанией, на мой взгляд, она всегда была мне интересна, сейчас они переехали наконец в Россию и повод купить появится. Вот, Росагра, я решил не дожидаться переезда, но, я думаю, он тоже неизбежен. Вот, транснефть, кстати, вышли новости по дивам, у рынка было, я так понимаю, даже разочарование, в том плане, что все привыкли, что транснефть просто платит 50% от чистой прибыли, вот, и дивы рисовались больше, вот, они заплатили дивиденды, ну, по сути, согласно дивполитике, хотя формула дивиденда дивполитики транснефти выглядит как высшая математика, и я ее, например, понять не способен. я хочу сказать, что есть некоторые бумаги хайповые, вот, или там быстрорастущие, там просто бешеный темпор роста, все течет, все меняется, и, как бы, там это история для активного трейдера какого-то, а есть бумаги, ну, типа пенсионные, вот, где на самом деле особо ничего не меняется, но приступательный рост, он присутствует, и транснефть, и мать и дитя, на мой взгляд, относятся вот к такому, скорее, уже более спокойному партнеру, а, например, софткомбанк, или сейчас, кстати, мы с коллегами обсуждали МТС-банк, они интересны, скорее, ну, не то, что спекулятивны, но все-таки там растущий банковский бизнес, который, как бы, даст тебе доход, если этот рост будет продолжаться теми темпами, какими он был Глайпю. Ну, посмотрим, МТС-банк руки течешь скупить, а софткомбанк уже покупал, и держу, да, тоже собираю держать. То, что ты на своих эфирах говоришь про 40 рублей, это, конечно, сильно. Через полтора года, я говорю, через полтора года только. Да, тем не менее, сказать, что это невозможно, я не могу, то есть софткомбанк интересна его бизнес-модель через рост, через корпоративные сделки, слияние поглощения, и тут как бы они многолетние, на многолетнем треке показали, что они это умеют. Поэтому оценки софткомбанка обычными методами, они даже, ну, приводят к занижению его будущего дохода, потому что никто не учитывает эти его, как говорится, системные и несистемные доходы. Вот они у софткомбанка, ну, практически каждый год приходят, поэтому, ну, на мой взгляд, он интересен. С точки зрения МТС банка, там они скорее сосредоточены на работу с пизлицами, эксплуатируют инфраструктуру, соответственно, МТС. Ну, откровенно говоря, я не верил, что у них получится, но практика показала, что вот когда они наконец-то допилили интеграцию с МТС, эффект появился, и они стали отъедать долю рынка, стали кредитовать интеллектуально. Ну, молодцы, надеюсь, у них как бы результат будет, хотя, например, они мне звонили ипотеку предлагали, ну, меня условия, скажем так, не устроили, и скрипт общения менеджера тоже не устроил. Честно говоря, когда тебе предлагают рефинанс ипотеки, надо понимать, что человек никуда не торопится и тысячу документов, которые у него запрашивают, давать не хочет. Ну, это уже, ладно, я думаю, банкиры доделают. Так что, знаешь, какой плюс от падения рынка, которое вот случилось и на самом деле Два плюса есть, два плюса есть, я угадаю. Первый, мы замерили силу всех активов, вот, поняли, да, что какие активы ручки будут подставлять, какие не будут подставлять, и второе, смогли купить самое интересное. Да, потому что, наконец-то, цены появились какие-то адекватные и можно что-то прикупить. Вот, при этом я хочу сказать, что, например, пока рынок рос, я все время готовился к падению, вот сейчас рынок упал или начал падать, это пока на самом деле непонятно, я готовлюсь к тому, чтобы, ну, уже частично даже начинают закупать акции, и если он будет продолжать падать, я буду опять закупаться, то есть, опять твои подписчики будут не понимать, что я делаю, но основная моя стратегия не в том, чтобы исследовать за толпой. И меня интересуют активы, которые адекватно стоят, и, соответственно, я их продаю, когда они стоят неадекватно, покупаю, когда они приобретают адекватную стоимость. Артем, Артем, у меня есть рецепт тебе, как тебе за толпой исследовать. Купи стартапы, киберцех и метакрафт. Точно за толпой ты не пойдешь. Ну, давай так, у меня есть свое хобби, внебиржевые акции. Если у меня появляются шальные лишние деньги, я звоню в компанию Help Corpus, говорю, что у вас есть, они мне называют, какие акции сейчас продаются, я что-то докупаю. и вот там у меня как бы... Ну ладно, я обшутил. Нет, на самом деле, это шутка такая была. Теперь по поводу ГОСа, дивиденды, Сбербанк, надо все-таки эту тему осветить. Я думал, что уже 12 будет известно, сейчас 12.26, пятница, пока ничего не известно. По Сбербанку что ты думаешь? Да все будет хорошо, но кто-то тут сомневается в Сбербанке, конечно, проголосуют, конечно, выплатят. Все Сбербанк, между прочим, я ранее на эфире по тебе говорил, что перед дивами рассматривал, можно продать Сбербанк, но вышла отчетность, где как бы признаков для продажи не видно. Наоборот, банкиры сейчас бенефициары этой волатильности на валюте и по идее Сбербанк даже будут вырабатывать. Чего я опасался больше всего? Что Сбербанк будет сильно наращивать резервы. Но в итоге этого не случилось, то есть резервы не наращиваются, причем не только Сбербанк по всей банковской системе. Даже МФО кулуарно говорят, что у них собираемость выросла. То есть деньги в экономике приводят к тому, что даже у самых непростых заемщиков сложных есть возможность отдавать долги. То есть это речь идет о том, что человек, например, три года не платил по долгу, потом пришли деньги, все загасилось. Там уже надежду в МФО потеряли, понимаешь, а тут все загасилось. Ну и в общем-то на этом фоне не растет резервирование, растет чистая прибыль, но я еще на год где расставляю себя. Дальше посмотрим. Яндекс. Понятно. Есть такая акция, которая 10 числа начнет торговаться, по-моему, июля, очищенная, Яндекс называется. Как бы я относился к Яндексу, хорошо или плохо, но Яндекс, весь портфель моего лучшего друга набит Яндексом. Поэтому я в знак солидарности куплю море Яндекса и буду вместе с ним тонуть или пойду наверх. Нам будет о чем разговаривать дальше. Так вот, что ты думаешь по поводу Яндекса. А, кстати, очень интересно вчера было в регионе и группе компаний. Мне Валера сказал, что, слушай, когда Яндекс появится, то часть денег перетечет из IT-компании типа Астра в Яндекс. Знаешь, чего Яндекса не хватает? Яндекса не хватает лица. Если найдется в Яндексе какое-то лицо, которое будет Яндекс представлять во внешний мир, например, какой-нибудь топ-менеджер мощный, это будет прям пушка-бомба и тогда Яндекс возможно не исключено будет вот такой российский NVIDIA, когда там просто все покупают и он бесконечно растет и там мы все верем, что фундаментально переоценено и так далее, а он дальше растет, растет и растет. Ну, пока такого лица нет, я бы сдержанно оценивал перспективы будущего роста Яндекса. Почему? Потому что переезд не всех оставил с деньгами. Часть людей, кто покупал Яндекс, осталась без денег либо в подвешенной ситуации. И это значит, что часть инвесторов Яндекса, которые участвовали в предыдущем росте, как бы в новом росте уже не поучаствуют. И ждать здесь... А вот те, кто остались, они могут захотеть зафиксировать прибыль. Поэтому гарантировать, что Яндекс обязательно все сделает, хорошо и будет дальше расти, я пока не могу. Но если бы, например, Греф завтра сказал, что я перехожу в Яндекс, конечно, Яндекс бы стартовал наверх просто ракетой. Вот. На самом деле, из внебиржевого мира такая мощная новость, которую надо, наверное, осветить, Wildberries объявила о слиянии с оператором наружной рекламы Русс Аутдорс. То есть, вот кажется, биржа, биржа, а крупнейший маркетплейс в стране и крупнейший оператор наружной рекламы делают такую супермощную, супербольшую сделку слияния. Причем, как бы, с какими-то прям захватывающими перспективами в плане освоить весь мир. Понятно. Что нового на твоем канале? На моем канале чего нового? У меня просто супер насыщенная неделя, то есть, делал разборы Промамеда, делал разборы Озонфармы, делал разборы Мать и Дитя, Сургутнефтегаз, Софтлайн, вот даже по итогу разборов Матери и Дитя и Спорс подписчиками даже прикупил Матери немного. Так, а утвердили, утвердили дивиденды. 33 рубля и 3, 33 и 3. Ну и отлично, и отлично, и хорошо. А значит ли это, что Вера Нет, Артем, дальше говори, значит, и счеты ЮГК, да, сделал с Примаком ролик. Да, да, еще коллектив заезжал, делали с ним ролик. Я повесил на своем телеграм-канале это все. Суть-то какая, поскольку это ABB, Accelerated Book Building, очень мало у людей времени для принятия решений. Ну, как бы, это не в первый раз так происходит, АМК обожали делать ABB в свое время, но сейчас под утихли, вот ЮГК продает от 2 до 4%, я считаю, история хорошая, ну и, как бы, для ЮГК это возможность продолжать расти, не набирая долга, вот, а для акции это возможность залететь в индекс, кстати, вполне реальная. залетая в индекс, ты получаешь плюсы, ну, опять же, на видео с Примаком все это обсудили. Да, с вас бутылка коньяка, я уже все это обликовал. Все, спасибо большое. Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайки. Ссылочка в описании, я вам очень подписан. Спасибо.